здравствуйте еще раз друзья у нас ужасная погода чего и следовало ожидать влажность 98 процентов кругом лужи снега как и не было в общем но нич это ерунда все лебеди еще не улетают значит ребят еще будет тепло можно ориентироваться по лебедям не сказали если лебеди купаются значит впереди еще будет теплые мгновения ребята так что и слава богу не хочется такой погоды зябкой хмурой вот и хочу вам опять заснять кучу уточек морфу . тут сегодня еще казино одно подплыло белых темными вот таких уточек вам это домашние уточки красотулечки такие занимаются своими делами я когда приехал увидел вот типа у таких вот коричневых уток знаете думал что это дикие представляете с города приехал что я я в селе никогда не был ребят я вот впервые в селе поэтому не судите строго начинаю только понимать шок чему где и как возможно меня много смотрят людей села там пишут меня смеются какие-то типа дикие утки это все домашние я там еще что-то пытался доказывать ну глупец если я говорю не 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 это самое не обижайтесь пожалуйста я я не знаток сельской жизни хочу сказать в своем конечно русле сельская жизнь прекрасно по-своему тишина свежий воздух с огорода там то что посадил своими руками как знаете в пословице шопа с ней что посеешь то и пожнешь так оно и есть посадили весной то вот потом конце лета или осенью мы мы кушаем закрываем там и помидоры посадили закрывали огурчики и значит я сажал дыни арбузы приятно когда своими руками это все садишь мы сажали это там в апреле апрель май и когда это все собираешь и понимаю что это твой труд конечно это очень приятно открываешь потом зимой эту банку помидоры понимаешь что это закрывалась своими руками своим трудом конечно есть у нас тут ребята тоже приезжают люди не от хорошей жизни так называемые такие как и мы беженцы переселенцы я ненавижу эти слова не те не те есть ситуация еще намного хуже мы им тоже помогаем чем можем поэтому как бы никто нигде там не сидит не морозится помогаем всем тут очень дружные ребята мы когда приехали сюда заехали в дом к нам буквально через 15-20 минут начали приезжать люди начали приносить кто картошку кто закрытия кто ну все 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 всякие продукты ребят я просто начал плакать понимаете я не ожидал такого мне так стало такие чувства непонятные у меня внутри были вы я не могу вам передать просто начали на появились слезы это из-за того что вот я в такой вот ситуации у меня впервые в жизни вот люди приносят так это и не только я и мама начала блага это просто людям огромное спасибо никто никого в беде не оставляет теперь мы немножко обжились вот и мы можем немножко помочь кому-то и так и надо жить помогая друг другу потому что ребята жизнь очень хрупкая очень я это знаю точно я это знаю ребят не по своим словами не по словам она собственно как говорится шкуре я это все знаю с 2014 года я не хочу углубляться в эти все моменты это очень плохо и очень нехорошо просто берегите друг друга еще раз повторяю цените то что есть рядом не гонитесь незачем все придет и от судьбы никогда никуда не уйдешь и не денешься это тоже факт наслаждайтесь тем что есть самое главное здоровья вам здоровье это вообще не обговаривается на этом он голуби полетели тут и голуби голуби мира пусть голуби мира сделают поскорее мир на всей планете господи вот очень все хрупко очень все зыбко никто человеческая жизнь абсолютно не ценится всем наплевать на человеческие жизни уж поверьте есть свои какие-то амбиции им наплевать на людей абсолютно этим политиком этим всем негодяям вы берегите ребята тоже у вас есть берегите близких родных себя берегите поменьше нервничайте поменьше смотрите вот эти вот этот телевизор вот это вот все остальное а посмотрите вот рядом присмотрите сколько всего может быть хорошего на то что вы раньше не обращали внимание я очень много чего переосмыслил и понял что ребят надо надо ценить то что рядом я осознал это просто осознал спасибо всем за то что пишите комментарии слушаете меня смотрите извиняйте может быть я уже надоел с этими лебедями утками котами но по возможности конечно буду расширять это все дело что-то интересное снимать ребят у меня нет и повторюсь у меня нет никаких доходов с этого ютуба мне в радость то что вы видите пишите что есть какая-то обратная связь это очень приятно очень значит кому-то нравится значит я не я не зря уделяю этому время я обещаю что в будущем конечно же будет с появлением новых этапов жизни будут меняться и видео у нас большие планы были на это лето на осень но война внесла свои ребята коррективы естественно все ушло на задний план поэтому будем так говорить вынужден пока находиться здесь у отца инсульт я его бросить не могу вот поэтому рядышком нахожусь всегда какую-то более-менее физическую работу я делаю колю дрова и так далее берегите друг друга еще раз всем хорошего дня спасибо за внимание спасибо за просмотр и берегите себя еще раз говорю до новых встреч